Здравствуйте, коллеги! С вами Исааков Роман, компания Admirals и рад приветствовать вас в нашем новом видео. Сегодня понедельник, поэтому мы как всегда обсудим, что произошло на неделе предыдущей, обсудим неделю предстоящую, разберем рынки и также в конце я расскажу также про инструменты фондового рынка, какие новые покупки я сделал на прошлой неделе. Ну а прежде чем мы начнем, не забудьте поставить лайк этому видео, если оно вам нравится и вопросы, как всегда, оставляйте в комментариях. Итак, первая тема, с которой хотелось бы начать, это итоги конференции, которая прошла в Джексон Холл на прошлой неделе, именно в пятницу, и на которой выступал как раз Джером Паул. Ожидалось, что будут какие-то намеки, будут какие-то прояснения с точки зрения того, как будет действовать ФРС, но еще раз напомню, что это не заседание самого ФРС, а, скажем так, такое отчетное мероприятие, где никакие решения особо не принимаются, но мы могли ожидать, что Паул на что-то намекнет. Вот, собственно, такие намеки и были, и ключевые темы, которые как раз были затронуты в ходе этого выступления. Ну, во-первых, Паул сообщил, что он был одним из официальных лиц, кто может замедлить выкуп активов в рамках программы КУИ в этом году, то есть то, что, собственно, говорилось. И также Паул впервые представил личное мнение по вопросу сворачивания КУИ. Глава ФРС не указал ни когда регулятор начнет эту процедуру, ни, соответственно, темпа сокращения. То есть, скорее всего, уже подобные вещи, они будут объявлены уже в ходе следующих заседаний ФРС, следующее пройдет как раз в конце сентября. Собственно, рынки на это среагировали довольно-таки активно. Мы видели новый исторический максимум по S&P 500, мы видели также и падение американского доллара, но об этом уже непосредственно по своим активам мы поговорим чуть дальше. А вторая тема, которую я хотел также сегодня обсудить в рамках данного выпуска, это тема связана непосредственно с Китаем. То есть мы уже и в наших выпусках, и в подкастах тоже обсуждали данную ситуацию. И хотелось бы еще раз пройтись по данным моментам, потому что они вызывают вопросы у многих участников, особенно тех, кто держит, например, акции китайские компании или планируют добавлять. Поэтому я считаю, что как раз это важно обсудить. Фактически вот таким триггером тех действий с точки зрения регуляторных вопросов в Китае стала ситуация вокруг Jackama и компании Ant Group, которая как раз выходила на IPO. Тогда ее запретили, но началось вопрос антимонопольного регулирования. Алибаба получил штраф на 2,8 миллиардов и, собственно, потом уже это стало отражаться и на многих других компаниях. Собственно, на текущий момент, если говорить о регуляторных вещах, то здесь важно, ну, есть один большой, ну, точнее рисков много, да. Ну, вот один из рисков, который может отразиться непосредственно на акциях технологичных компаний, это, собственно, антимонопольные меры, которые могут быть приняты. Потому что что Алибаба, что Байду, да, то есть, ну, такие крупные компании, они, Китай может повлиять на то, как это, собственно, будет происходить. И также остается и геополитический риск, это непосредственно та ситуация, которая идет в отношениях между США и Китаем. И очень важный риск, да, то есть, с точки зрения вот текущий момент, ну, собственно, который связан в том числе и с рисками по отношению США и Китая, это в том числе и делистинг компании, потому что многие акции, которые покупаются, они покупаются, торгуются на американских биржах, да, в виде АДР и происходит делистинг, да. То есть, некоторые компании уже были убраны с американских площадок и вот это, пожалуй, один из таких рисков, который может произойти, потому что не все, не у всех есть доступ, да, именно на китайскую площадку, то есть, где можно покупать акции напрямую на китайской площадке. Многие покупают, но большинство сделок идет через АДР и здесь, собственно, этот риск, он тоже остается, поэтому имейте его в виду, потому что потом из акций будет довольно-таки сложно, собственно, выйти. То есть, этот момент важно учитывать, да. И, опять же, еще раз, да, принимая решение по инвестированию, там, в ту или иную компанию, да, особенно эта китайская компания, то есть, мы не берем такие компании, как ТАО, да, то есть, в любом случае нужно, по крайней мере, обращать внимание на, там, топ-5, топ-10 компаний, да, технологичных компаний, ну, по крайней мере, я на которые для себя обращаю внимание. И здесь риск, он, ну, относительно чуть меньше, да, чем инвестировать вот в такие компании, как, например, ТАОЛ ЭДЮКЕЙШН. А теперь, что сейчас происходит по рынкам. Рынок сегодня открылся с небольшим, да, скажем так, ну, движется в рамках диапазона как раз прошлой недели, да, прошлой пятницы. На этой неделе у нас заканчивается август, да, начинается уже сентябрь, это, знаете, что будет опубликовано в пятницу нонфарма, то есть, количество несознанных рабочих мест не советского хозяйства. А пока на текущий момент ожидается новых рабочих мест порядка 750 тысяч, и, собственно, в этом случае безработица может упасть до 5,2%. Это ждут рынки, да, фактически, пожалуй, ну, ключевое событие, которое сейчас, на котором рынки обращают, да, после уже непосредственно заседания, ну, конференции, которая была в Джексон Холл. И также уже будет в 20-х числа сентября также заседание ФРС, да, на котором будет как раз разговор о КУИ, да, поднимается вопрос о процентных ставках и то, что думает, фактически, ФРС по текущей ситуации на рынке. Ну, и также на этой неделе у нас отчитаются две компании, да, в понедельник это Клаудера и Zoom, они отчитаются после закрытия рынка сегодня. А теперь давайте посмотрим, что у нас происходит уже непосредственно на ключевых инструментах, и посмотрим, как раз начнем с календаря. По календарю в Великобритании сегодня выходной, в США выйдут данные по незавершенную продажу на рынке недвижимости, во вторник индекс доверия потребителей будет выходить по Китаю, также добыт данные по ВВП по ряду стран. В среду здесь уже будет изменение числа занятых в недельском хозяйственном секторе от ADP, да, то есть предварительные нон-фармы. Индекс менеджера по закупкам будет опубликован, здесь мы видим, что он находится, ну, в положительной зоне, то есть здесь этот показатель выше 50, он рассматривается как позитивный. Сейчас он по прогнозу может достигнуть уровня 60, ну, и также изменение запасов нефти, как всегда, будет опубликовано в среду. Ну, и пятница, как раз в пятницу будут опубликованы нон-фармы, и вот этого события, собственно, ждут для того, чтобы понять, как рынки, ну, ключевой фактор именно работы самого ФРС, да, это, как они и объявляли, это, собственно, борьба с безработицей, да, то есть на инфляцию они на какой-то момент забыли, оставили, да, и вот сейчас уже непосредственно борются, таким образом, с безработицей. Поэтому здесь как раз восстановление в разумные рамки, да, в до-ковидные времена, оно как раз уже после этого может стать триггером того, что ФРС начнет сворачивать те действия, которые они, ну, собственно, происходили. Теперь давайте посмотрим по ключевым инструментам. Начнем мы, как всегда, с евро-доллара. Евро-доллар на прошлой неделе, как раз в пятницу, довольно-таки активно укрепился. С одной стороны, мы пока находимся в рамках нисходящего тренда, да, который здесь у нас сохраняется, но мы достаточно близко к области поддержки, поэтому здесь пока на текущий момент я бы здесь тоже ориентировался на продажу, да, по данному инструменту. И, собственно, здесь пока данный сценарий для меня остается основным, по крайней мере, пока мы не уйдем выше отметки 1.19. С одной стороны, мы подошли к области 1.16.80, да, нижняя граница, которые сделали такой ложный пробой, сейчас вернулись, но вот сейчас немножко цена консолидируется, особенно после вот Джексон Холл, который был в пятницу, и вполне вероятно, что на этой неделе может начаться еще одно движение вниз, поэтому здесь я за этим тоже буду наблюдать, и если данный сигнал поступит, к примеру, завтра, то есть не сегодня, то в данной позиции я тоже для себя буду рассматривать. По паре британский фунт и американский доллар здесь тоже пока тенденция у нас сохраняется нисходящая, мы торгуемся в области сопротивления на текущий момент, который тоже неплохо выглядит с точки зрения шортов. Я пробовал открывать здесь позицию тоже на прошлой неделе, как раз в пятницу, но здесь немножко не учел волатильность, буквально пару пунктов меня зацепило стоп-лосс, из позиции здесь я вышел, ну такое бывает, ситуация на рынке была крайне волатильная, то есть я всегда торгую, особенно трейдинговые сделки со стоп-лоссом, дошла, сейчас мы немного корректируемся, то есть новые перезаходы буду смотреть, если вновь появится подобный сигнал именно по направлению вниз. А по паре американский доллар, канадский доллар, здесь у нас тоже на текущий момент сохраняется тенденция восходящая, поэтому здесь я для себя тоже покупки держу как основной сценарий. Вот здесь тоже по этому инструменту я ставил отложенный ордер как раз в пятницу, вот на том движении, которое у нас было, мы до него дошли, у нас работал отложенный ордер, стоп-лосс у нас стоит пока за минимум 24 августа, и сейчас эта позиция находится активно, то есть среднесрочно здесь я ожидаю возврат как раз в область 1.29.50. Ну, понятно, что буду сделку корректировать, за ней следить, но пока здесь никаких изменений не делаю, то есть вот в эту позицию тоже в пятницу я вошел. А по паре американский доллар, японская иена, здесь все еще тот боковик, который мы рассматриваем, все еще сохраняется, поэтому здесь я какие-то действия буду рассматривать только при достижении области 110.50 или нижняя граница 109, в каком-то из этих областей на экстремальных значениях я буду для себя какие-то позиции рассматривать, пока здесь остаюсь вне рынка. По австралийцу также здесь у нас сохраняется общая тенденция нисходящая, здесь я тоже для себя планировал продажи и тоже открывал позицию, которая была в пятницу, здесь тоже у меня задело стоп-лоссом, ну понятно, что при такой волатильности это может быть. Сейчас цена, ну в пятницу она немного подросла, поэтому опять же здесь не исключается фактор того, что цена может пойти дальше вверх, поэтому я из таких позиций предпочитаю выходить. Опять же, если будут новые сигналы на шорт, пока у нас общий тренд остается нисходящий, то я их тоже для себя буду рассматривать. И то же самое плюс-минус по новозеландцу. С одной стороны позиции на шорт у нас сохраняются, и здесь имеет смысл пока подождать, что, собственно, здесь я тоже и буду делать по данной позиции. А золото. Золото здесь больше в таком боковике. Если мы посмотрим уже непосредственно на дневной график, то верхняя у нас граница 1831. То есть как раз мы подобрались к этому максимуму, к этому значению, от которого могут начаться и продажи. Я заходил в шорты чуть ранее, до 19 августа, затем вышел уже непосредственно по стоп лоссу. То есть опять же, еще раз, цена его выбила, потому что был фактор, при котором рост может продолжиться. И, соответственно, на текущий момент это могло отразиться еще более негативно на мою позицию. Поэтому здесь, если новые как раз шорты появятся, то опять же в эту позицию я тоже для себя рассмотрю. Вполне вероятно, что данная сделка может сформироваться завтра-послезавтра. То есть в течение этой недели. Поэтому за этим тоже слежу. По DAX. Здесь, в принципе, у нас мы не видели нового исторического максимума. Он ведет себя чуть менее активно, чем S&P 500. Но, тем не менее, пока здесь тенденция у нас идет непосредственно к росту. В пятницу мы смогли закрыться выше максимума, который был сформирован в четверг. Поэтому пока здесь предпосылки на рост по ключевому индексу Германии здесь больше сохраняются. Ну и S&P 500 обновил исторический максимум. Собственно, опять же, сейчас мы торгуемся по локальным максимумам. Уровень 4510. И, опять же, август у нас заканчивается на позитивной ноте. Ну и, в принципе, как все месяцы. Ну, практически все месяцы, которые мы видим в этом году. Собственно, здесь, если будет опять же новая коррекция, то те провалы, которые, как мы видим, случаются примерно раз в месяц на текущий момент, то я для себя тоже буду рассматривать заход. То есть, скорее всего, такое может произойти уже непосредственно в сентябре. Нефть немного подрастает. Собственно, сейчас мы уже торгуемся в районе 72. Даже сегодня доходили до уровня 73. Но пока, на мой взгляд, здесь сохраняется риск продолжения как раз нисходящей формации. С одной стороны, если мы смотрим на часовой таймфрейм, у нас, да, рост он сохраняется, но, опять же, здесь нужно быть аккуратным. То есть, перезаходить сейчас в покупки, опять же, по самым максимальным ценам не самое разумное. Ждать коррекции. Если верите, что нефть будет дальше продолжать расти, то имеет смысл дождаться коррекционных уровней в районе 65-64. Если цена туда дойдет, то дальше уже это рассматривать. Ну и индекс Dow Jones пока отстает от локальных максимумов. То есть, отстает от индекса S&P 500. До локального максимума не добиваем совсем чуть-чуть. Хотя в середине августа был новый исторический максимум как раз сформирован по Dow Jones. И Nasdaq тоже в пятницу обновил локальный максимум. И продолжает как раз свое восходящее движение. Также, что я хотел показать. То есть, как я и обещал, в те моменты, когда у меня будут происходить какие-то сделки уже непосредственно по моему инвестиционному счету. То есть, как раз об этом рассказывать. И как раз я проводил некоторые действия в пятницу. Закрыл CISCO. Хочу сейчас показать, зафиксировал прибыль. И вместо этого купил другую компанию. Сейчас я переключусь уже непосредственно на свой инвестиционный счет, который также доступен у меня в MetaTrader. И вместе мы на него посмотрим. То есть, те действия, которые я делал. Ну и, кстати, если для вас фунтовый рынок интересен, у нас уже на YouTube-канале доступна запись вебинара с Александром Элдором. Вы ее можете также посмотреть, зайти. И там мы большое количество акций уже непосредственно разобрали. Итак, к моему инвестиционному счету. Сейчас мы перейдем в историю. И здесь, сейчас мы найдем CISCO, ордера, перейдем в историю сделки. Вот сделки. Зафиксировал я позицию по CISCO. Здесь прибыль составила порядка 31%. И если посмотреть, как я из этой позиции, собственно, сначала заходил. То есть, докупал я ее в несколько раз. То есть, заходил примерно по 42%. Затем докупал по локальной минимуму. Это еще было в ноябре 2020 года. То есть, примерно по 36%. И дальше уже вышел в районе 58%. То есть, из этой позиции. В принципе, здесь, если посмотреть уже на более крупный таймфрейм и сориентироваться с точки зрения того, как сейчас цена себя ведет на недельном, если на нее посмотреть, то мы фактически дошли до тех локальных максимумов, которые у нас были в мае в 2019 году. То есть, здесь риск коррекции, он все еще сохраняется. Тем более, компания стала немного уже перекупленной. Поэтому здесь я из таких историй, которые буду заходить на коррекции, скорее всего, буду выходить как раз при достижении каких-то исторических максимумов, которые здесь могут происходить. Еще одна компания, которую я, соответственно, купил. Опять же, это не является торговой рекомендацией. Важно это помнить. Я добавляю только в свой портфель. Это акции компании Spotify. Здесь мы видим, что коррекция была довольно-таки неплохой. Сейчас мы торгуемся в районе 225 долларов. Локальный максимум был сформирован как раз в феврале 2021 года, прошу прощения, в районе 380, 386, 387. В принципе, довольно-таки неплохой запас хода. Здесь я вошел пока только частью объема. Купил только одну акцию. Если будет еще коррекция в область 200, 190, 180, то я еще данную акцию докуплю. Опять же, это акция роста, компания роста. И здесь я, опять же, для себя эту позицию сохраняю. Если посмотреть, в общем, по моему счету, то есть, конечно, позиции, которые еще находятся в коррекции. Собственно, это пока Alteryx. Посмотрите, Alibaba также продолжает. Но здесь я тоже докупил еще одну акцию, немного в среднюю позицию. То есть сейчас у меня куплено 3 акции со средней ценой 208 долларов. То есть, опять же, чуть больше, чем стандартный риск. Но это, пожалуй, максимум, который я буду заходить. Только если там пойдет еще акции компании ниже. Также есть компания Bluebird Bill. Здесь я, это Биотех, у которого есть довольно-таки много к нему вопросов на текущий момент. И довольно-таки рискованно сейчас так же выглядит эта сделка. Но несколько акций я тоже докупил на прошлой неделе, чтобы усреднить свою цену, по которой я входил. Собственно, здесь может быть довольно-таки неплохой рост, если что-то в компании поменяется. Если это Биотех, то, как мы видели, смотрели ситуацию с компанией Биоген, то же самое может произойти здесь. И там десятки, а то и сотни процентов здесь может быть. Но, опять же, здесь у меня только часть. То есть половина от своего стандартного риска здесь у меня взята. То есть если посмотреть на распределение активов, то оно занимает довольно-таки небольшую долю в моем портфеле. То есть, опять же, да, я понимаю риск, он здесь может быть, но нужно в том числе регулировать и непосредственно объемом. И также докупил еще Байду себе в портфеле. Сейчас у меня три акции Байду находятся. То есть, да, здесь я немного усредняю позицию. Еще осталось немного кэша после того, как раз продал уже непосредственно Циско. И если будут еще, опять же, какие-то коррекции, то буду выходить. Другие компании, которые также есть у меня в портфеле, да, то есть там Арчур Дэниелс Мидланд, Катерпиллер, пока они еще не доросли обратно там к тем максимумам, которые были в этом году, возможно, что там буду из них выходить и перезаходить в какие-то другие компании, которые дадут возможность вот этого роста. Все еще не могу избавиться от компании AT&T, да, то есть там было объявление о том, что они дивиденды продолжают платить. И вот она уже больше года, да, то есть с марта 2020 года, то есть, ну, ни туда, ни сюда, то есть, да, в таком боковике, то есть просто деньги, да, заморожены. И, скорее всего, я буду искать, если найду более интересные возможности, то из этой компании тоже выйду и деньги переложу, да, в более активные, более растущие компании. Вот, собственно, такие изменения произошли также в моем портфеле. Ну, на сегодня это все. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно оставляйте в комментариях к этому видео. Ставьте лайк, если вам нравится видео. Ну, и увидимся с вами через неделю и посмотрим, что на рынке произойдет и на что важно обратить внимание. Всем спасибо за внимание и до свидания.